День добрый. Продолжение следует. Продолжение следует. Меня зовут Владимир Громов. Я сценаристом, владовцем сценариев писарства и скрипт-доктором. И так часто я уже работаю в кинематографии Украинцев. Уже две варианта. Вели фильмов, которые сейчас вышедлены в рамах фестиваля, Украинский фестиваль, который сейчас идет в Варшаве. Я брал в них учил, как скрипт-доктор. И хотел бы немного о том, как шла эта работа, что там было. И как были эти работы над сценариевшем. Ну, это очень интересное обучение. И на правде в этом фестивале ямам четыре фильмы. В Кустурахтян, Браво Муджоу. То мы слышим «Чихи», «Люксимбург» и «Люксимбург», «Я Нина». И «Чи любишь меня?» Ну, это были очень разные фильмы. Но каждый был чем-то интересным. Ну, я там хотел бы немного с вами поразмавить. Ну и что еще рассказать. Цекавый сценарь. Ну, на почетку все в уголе робит скрипт-доктор. Это очень интересный момент. Ну, когда сценарист пишет историю своего фильма, то сценаристы не сразу могут написать, что кто хочет. Чтобы сделать первые варианты сценариуса. И уже, по первому варианте, появляется очень много проблем с работой. И, ну, различных таких комплектных моментов. И некоторые сцены выдающиеся кипские. Некоторые статьи непомышленные до конца. Ну и сценариста пишет один раз, другой. Преписывает. Часами там может быть много вариантов. А потом, если все доходит до продукции, то ситуация может стать еще больше. Потому что что-то не нравится режиссеру, что-то не нравится продуценту. И это всегда идет до какого-то страшного пекла. Ну, из своего воспитания знал, что... Ну, я начинал еще в те времена, когда фильмы были кренцованы на тазме. Например, ты пишешь сценарий, и его полетели на 3500 метров. Тазма фильмовая. И продуцент говорит, что не, я не могу раскрыть фильм, который будет тратить 3500 метров, только 2700. Так что... И прошу, скручь сценарий на 1 четвертую часть. Ну, хорошо. А ты написала, написала много вариантов, и думала, что это уже своя артифия. Ну, это лучшее, что ты сделаешь, как ты с таким вычином сделаешь. Ну, что делать? А потом сценарий читает. Оператор говорит, что здесь много сцен. Я не могу столько светла. Препишите, пожалуйста, все на день. А потом сценарий читает. Сценарий говорит, что здесь много разных мест, чтобы тратить. Я ты не сбудуешь. Прошу, напиши иначе. Чтобы там... Мне лучше, чтобы целая акция была в одном месте. Ну и сценариста может немного зварировать. И... И... Продукция фильмов – это всегда какое-то пекло. И в этой ситуации нужна помощь скрипт доктора, который приходит на продукцию и... пробует... ну... пробует сделать со сценарием что-то нормальное. Потому что сценарий остается в нормальном и уже там по другим, третьим варианте. И все всегда не задавали. Не задавали. Замы, что сняли. О, прощай. Не было ничего. И... И так... Ну и так всегда. Ни-нкъед еще я... Вели разы были... ну, были на плане фильмовом Я был сценаристом, руководителем сценариуса, даже в двух днях, на студии фильмов. День добрый. Никогда так не может быть, чтобы сценариус был, чтобы все были им задовольны. Мне нужно прийти к продукции и помочь. У меня много знаний в том, как в сценарии, как писать, что делать. И я помогаю сценаристу, сценарист и режиссеру, как это делать. Ну и это не главное, что делать. Скрим-доктор и это нормальное для продукции. Бардо жадко сценариус может повстать одразу. Фактически я не помню таких, таких выпадков. Ну и как это было в фильмах, которые сейчас идут в рамках фестиваля. Ну, самое интересное было с Антонио Лукичем, с которым працюю уже давно. и было все. Та история наших стосунков в Южторва, в 16 лет, Кедыш, он был таким хлопцем, который был 19 лет, уже ехал в Закарпаччо, а я был покладовцем сценарио-писарства в университете Карпанка-Карва в Киеве, был его научителем. Ну и я помню, что он был таким, таким, дуже враждливым, таким, непевным в себе. Я никогда тогда не думал, что он будет там, каким-то знаменим режиссером, но я помню, что он был очень уталентированным. И нам всегда было интересно разом, всегда было что-то нам делать, об этом поговорить. Но я помню, что он был как сценарист, хотя он учился режиссером, но я пробовал делать режиссером и сценаристом. Он всегда был проблем с тем, как свои такие интересные помысли, как из них сделать историю. Это всегда трудно, потому что сценаристы могут написать очень интересных сцен, диалогов, но связать со всей историей, это очень трудно. Ну и как там было, было также мучилом, как это повернуть, как сделать целую историю. Ну и наконец-то наконец-то, что у нас вышло. Хотя у нас есть те работы студентские, которые он имеет, там Ким Кузин и падал дождь в Манчестере. Ну там еще видно, что там модельные сцены, они там выглядят лучше, чем фильм Псалки. Но потом он пришел к мне с тем сценариусом. Мои мысли, что он тихий. Но тогда он не был такой титул. Я не помню. Что-то там было. Удевок с зомбком леч. Какой-то был такой титул. И до самого конца продукции он не видел, какую назву этот фильм должен иметь. Мои мысли, что он тихий, это случайно. Что-то мы думали. Я там пропоновал. Нек-бенджи там за 8 тысяч километров до Торонто. Там, например, там... Альбо... Альто неумышлял, что может быть ной неоновый. Что-то такое было. Там были разные варианты. Очень трудно было вымыслить. Но мои мысли, что он тихий. Оказалось, что он пасует. Ну и тогда... Я не понимал этого помысла. Это была история о каком-то фасе, который подружил со своим дядком по Закарпаччу и шукать звеньки звежем. Ну, это была так. История дядка и внука. Ну и там был... Ну, были сцены, которые были так слабо. Торонзаны одна с другой. И... И... Зуперный финал, чем в фильме. Там... Тен фасет заставил дядка в самоходе. В общем, дядок с ним ездит. Бо... Вадим не керует самоходом. А дядок да рады керовать. Венц... 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 Длятего ты... Тен дядок ему был потребный. Ну и заставил там дядка, чтобы сделать награние... Тего... Венц... 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 А когда повраться, дядка не было. И где там дядок не было. Где еще... Венц... Ну и я так... Уж призвучили им до такого сценария. Что-то, как раз с дядком. Что-то еще работали. Но потом он сказал, что это будет история фасета с мамой. Венц... Он с мамой... Венц... 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 который ему там дентыст в первых сценах фильма направит, как он живет со своей девочкой. У него там была очень странная девочка, очень смешная сцена. И это все надо было выкроить, вычеркнуть из фильма. Моя работа была в том, чтобы, когда это все вычеркнули, мне нужно было как-то обронить историю целую, потому что иногда можно было выкручивать что-то, чтобы уже было неизвестно, что за чем идет. Очень трудно было, но в конце концов был фильм в таком виде, как сейчас он был. Но еще большой проблем был в том, чтобы решить, что делать с первой сценой фильма, с этими манихами. Потому что все, кто на разных фестивалях, все говорили, что нужно тоже выкопить с этой сценой. Не нужно было, потому что она не связана с решением фильма. Ну, я всегда говорил вам, что не нужно оставить, потому что это так странно выглядит, что лучше не оставить. Ну и... Ну и... Время было, так говорим, что... Дальше был такой успех этого фильма в Украине. И... 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 То было в уголе неожекидано. Же... 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 Безе суспех, что... Время будет... Время будет, что... Же... Что будет, из... Знаных фильмов, что будет высшим разных наград. И тогда мы подумали, что у Утичерта будет один фильм, из которого он будет ведомым режиссером. И всегда есть страх, что другой фильм будет больше. Но хорошо, что он сразу начал думать дальше. И я хорошо помню о работе на другом фильме, который тоже сейчас идет в рамках фестиваля «Люксембург-Люксембург». И это было четыре года назад. Я помню, что он приехал сюда, в Варшаву. Мы встретились. И начали мы поговорить о том, что там будет дальше. Какой фильм может быть следующий. Я вспомнил, что у меня есть несколько кадров из «Мои мышцы сомчихи». Он сказал, что впервые вернулся из «Люксембурга», где показывал «Мои мышцы сомчихи». И ему очень понравилось, что все-таки маленький город. И там все было. Там были машины, домы. И даже пушки с «Кока-Колом» были 100 миллилитров. Ну, то очень интересно. Он подумал, что он хотел сделать такую историю. А бухатер, который маленький взрослый, и венец ему там край бенджит очень особо. Ничего венца он не видел. Ну, тогда мы не могли этого представить. Это была такая первая разговора. И потом, несколько месяцев позже, он уже сказал, что мы думали, что это будет какой-то... Ну, он действительно маленький взрослый, против кого-то, а главный богатерам. А мои мышцы сомчихи. И он имеет за большой взрослой. Ну, в первом фильме он был маленький, а в другом он будет маленький. Ну и мы решили, что богатый другого фильма был имен Коля, а кем Коля должен был быть? Мы тогда еще не видели, он думал, что Коля живет где-то на Закарпаччиках. Я там был в Закарпаччиках и он должен быть писарем, он должен быть каким-то комбатантом, который приехал из АТО с этой операции войсковой. Ну так вот, все это так, война с Россией называла. Ну, очень интересно, потому что было иначе, чем то, что можно увидеть в фильме. Ну, а трохи позже, ну, там повстала такая ситуация, что повстала такая ситуация с этим Колем. Ну, Антонио заслухал в историю едной такой старой пани, я не помню, может это была его бабочка, которая, ну она начала ехать маршрутку, ну как там, ну в Украине так называют такие мини-басы, на которых все едут. Все едут. И там был какой-то странный руководитель, который так быстро затримал эту маршрутку и бабочка выпадала с ней и сломала себе ранку. Ну, и Антонио сказал, что теперь он знает очень больших историй, потому что Коля будет руководителем маршрутки и, правда, сломал эти старые пани. И это будет хорошо. Ну, хорошо и хорошо. Ну и так повстал первый сценарий. Это уже первый вариант сценариуса. В общем, он был о стосунках воли этой старой пани, который его в починку ненавидел и он ее ненавидел. Но потом им, ну, потом их там стосунки все изменили, релакции стали лучше, ну, все у них стало хорошо. И до того удалось еще додать такую историю родину самого Антонио. Там справа в том есть, что отец Антонио кедысь учекал за границей. Не помню, там, до Испании. И, ну, для Антонио это была очень сложная история родинная. И он так вздействовал повязать свою родину историю с этой ситуацией за старым пани. Ну, и так повстал, ну, так повстал таки войон, так как история о том, як Оля он хочет поехать до умеряющего родина, который умер, а справа карна в Сайбане, которую он взял в руках, не дает ему ее уехать. Я думал, что это такой сценарий, и будет такой сценарий уж, но мы уже над ним работали, но потом он говорит, что будет еще один богатый, будет еще брат-ближняк, Вася. Сколько, почему, я не понимал тогда. И то, что будет Вася, что Вася будет полицейским. Это тоже было очень странно, но потом я понял, почему Антонио нужен другой богатый. Почему Ближняк? То часто так делают фильмовцы, когда вымышляют историю и хотят показать два разных пункта видения на одну ситуацию. Ну, например, когда-то там не был. Первый фильм Кристофа Зануся – «Структура кристалла». Там бывает история двух науковцев, один из которых там знаний, ездит по святу, робит выклады везде, везде. А другие сидят в лесе, там выховывают купы детей и работают на станции метеорологической. И целый фильм, то есть какие-то разговоры, ну, о том, как правило, ну, как правда нужно жить. Потом я понял, что Зануся показывает, что эти два богатого, то фактически это он сам, поделённый на пол, что с одной стороны он хочет жить в свете, а с другой стороны он хочет сховать себя от света. Ну, например, ну, потом был еще такой фильм «Адаптация», Чарли Кауфмана, ну, в двух сценариушах Чарли Кауфмана, где Николас Кейдж играет двухглубных богатеров-ближняков, один из которых сценарист – это Чарли Кауфман, знанный, а другой его брат-ближник – Дональд. И Дональд там в группе такой забавный фацет, который ниц не умеет, а Чарли не может написать сценариуш, а Дональд его пишет. Ну, и через этих двух братьев сценаристы показали два разных ну, два разных пункта видения на все, на творчество, на то, как писать, как не надо писать. Ну, и, очевидно, главным таким зарубом для таких историй был фильм «Марчина Мардона в брюках» ну, о двух таких, о двух киллерах. Так, когда я этот фильм показывал своим студентам, у которых был Антонио. И ему этот фильм тогда очень понравился. Ну, он, ну, фактически он захочел еще в него. И там два главных богатыря. Один там сидит в депрессии в этом брюке, а другой – очень задовольный. Ну, и потом мы выяснили, что сам Артин Мардона написал, о себе их глуху, разделил себя на эти две пустыни. Ну, и Антонио сделал все в таком виде. Сон два богатого ребра, два брата. И, интересно, то, что, ну, Коля, он фактически злый, он очень агрессивный, но, наконец, мы выясняем, что он сон добрым человеком. А Вася, который такой праведливый и все старается делать, как нужно, он, мы видим, что в финале он выглядит не очень хорошо. Ну, и я думаю, что это самое интересное, что было в фильме. Такое изменение позиции богатого. Ну, и очень интересно, чтобы представить, чтобы подумать, что этот мир двух богатых, для сравнения мира украинского и европейского, который действует в Лубнах, и мира европейского. Потому что мы думали, что это история о том, как Украина входит в Европу. Потому что эти два богатыра, они не ожидают с Украины до Европы. Таким длинным чином. Ну, и так все стало, что... Нарештее мы понимали, как это все должно выглядеть, когда уже появились эти два брата, Амилер и Амилер. Потому что за сценариусом всегда так интересно, что ты можешь много времени помыслить, выобразить, а потом появляются актеры, и все изменится. Амилер и Амилер, они никогда не поможут выобразить вам, как это выглядит. И то было интересно, потому что братья не играли. Но они всегда говорили, когда познакомился с ним, они говорили, что мы не сможем играть. Но оказалось, что могут и даже очень хорошо могут. Сейчас я не могу представить фильмов без него. Ну и я думаю, что этот фильм сейчас нам очень помог и людям в Украине тоже, он такой и смутный, и смешный, но он тоже помогал как-то иначе, ну пусть какие-то иные жительства, потому что люди так смешные от войны, что такая история очень помогла на пару лет запомнить эту войну. Ну и что еще можно сказать? Нет, но в Лексамбурге это все. Еще один фильм, который сейчас идет, фильм Марыщи Никитюк, Янина, это Марыща. Это уже другая история. Я эту историю тоже следую от начала. Но в Украине есть такая знаная связь для телевизии Янина Соколова, которая хоровала на раках. Янина, ну вот так она выглядит, и так она выглядит, когда хоровала. Янина захочела, когда уже прошла лечение, когда уже все это было, потому что это деление уже закончилось. Она очень хотела на основе своей истории сделать какой-то фильм. И в начале это должен быть совершенно другой фильм, чем сейчас. Он был очень похож на ее реальной истории. И фактически она могла играть там главную роль. Но потом, ну потом оказалось, что это не очень интересно выглядит. Да, да. Со сценариевшими всегда так, что, ну, когда пробуешь принять до экрана В результате она была драматична, трагична. а потом, ну, как сценарий, она выглядит уже не очень хорошо. Ну, и в конце концов, в общем, мы решили, что такой сценарий уже не нужно брать до продукции, хотя он был уже закончен. Ну, и потом пришла там Марыся Никитичук. Марыся сделала очень важную жизнь, которую часто не работают сценаристы. Сценаристы часто не пытаются как-то научить, как-то объяснять, почему они в загрузке пишут. Просто вычеркивают о себе здоровье и что выражают как историю. Ну, например, если там взгляды каких-то сериалах о медицине, о полицейских, то сценаристы ничего о том не знают. Они все это только себе представляют, а они так и пишут. Ну и из этого выходит, что это выглядит очень неправильно. А Марисия полтора разговаривала с людьми, которые имели онкологию, которые прошли через лечение, через химиотерапию. И в конце концов она выяснила, что это за мир, в котором они живут, как это тяжело выглядит, как они тяжело живут. Но это очень интересно. Потому что такие люди, они... Ну, когда всегда живешь каждый день, как остальные, ты в общем или иначе можешь смотреть на все. Сценишь все иначе. И вот тем она этот фильм и написала, этот сценарий. Но когда я прочитал, мне ответил, что Марисия, слушай, ну это не сценарий о медицине. Это какая-то история, которая для меня выглядит, как какой-то фильм, ну какой-то хоррор. Такий... Есть такой... Есть такой гатунок, бандит хоррор, который, когда что-то делает с чалом богатера. Например, если вы смотрели фильмы Девида Кроненберга, то есть какая-то, какая-то муха, то есть такое. Может, это тоже история, как что-то страшное, в ходе до чала маленького богатера и каких-то окупанцев. И сейчас я даже думал, что... Когда мы закончили этот фильм, мы думали, что это будет история о раке, о онкологии, о том же, как это важно, и как это можно показать так, чтобы это не было. Это просто страшное, неприятное кино. В Украине это очень важный тема, потому что очень много людей в Украине хируют на рак, может из Чернобыля, может из чего-то другого, но это было за много в Украине. И никогда этого в фильмах не показывали. Поэтому мы подумали, что это будет хорошо показать, и показать через какую-то метафору. Там Мария выобразила, что этот рак выглядит как динозавр, как как-то-что-то странное. Но когда мы уже воспринимали фильм, я помню, год назад, в Талине, нам сказали, что это фильм не о раке, то фильм о сегодняшней войне. То, как богатерка борется с этим раком, это фактически как тоже с Украиной борется с оккупантами. И это страшно, и это так странно выглядит. Но Марисе мне очень понравилось, но мне кажется, что жизнь изменила то, что было в середине нашего фильма, потому что даже последняя финальная сцена, которая была накрена на цементе в Арбене. И обоих этого сцена, что несколько месяцев позже, уже шли, ну, уже шли там, разные, там уже было, то войско российское, там была стрелянина, и та сцена, она вполне иначе выглядит, чем в Чешне или Концарище. Ну, смотрю, что было тут очень интересно. Я думаю, что она такая, одна из лучших сценаристов Украины сейчас. И с ней было очень много работы, работать. Для меня было, ну, то, как теннис. Она что-то писала, я так это отбиваю, говорю, что не надо поменять. Она от рождения все изменяет, но она очень хорошо понимала, что надо делать, но все было не так, как я говорил. Ну и всегда вышло очень интересно. Мышля же, люди, которые были в сценариях, они не вошли до фильма. Например, фигура мужа, ровной богатерки, она в околе была инша, то был, мысли, что это был интересный богатер, он выглядел как какой-то монстр, страшный человек, но в конце фильма оказалось, что он действительно ее любит. Мысли, что не удалось показать фильмы так, как это был сценарий, то мне очень приятно, но все одно, фильм выглядит интересный, интересный, интересный и интересный. Мысли, что самое лучшее, что там было, это благодаря этой актрисе Ксении Хижняков, она что-то невероятно сделала. Я не знаю, как она служила в таком страшном, она в начале выглядит как праведливая сука, а потом она выглядит как офиара. И она, удалось ей показать эту измену богатерки, которая такая зла, не приемная в первых сценах, а потом такая, она, это уже, ну, она уже другая женщина, которая живет иначе. И в этой последней сцене фильма на пункте «Комментарь» это очень хорошо видно. Ну и Ксения, я ей даже говорила, что, слушай, этот фильм остался благодаря тебе. Если бы тебя не было, то и фильма бы не было. Ну, она так пожертвовала, но мы нигде еще этого не думали, что там было бы на правде. Есть и есть. Ну и так стало, что работа на глянину, она тривала 3 лет. И было 5 или 6 вариантов сценария. И тоже многое изменилось. Ну, в чем то, в чем то, в чем то, в чем то, что всегда работа над фильмом, работа над сценарием, это такая дорога. Бо очень редко сценарист знает, что он хочет, что он действительно пишет. И, что он действительно хочет, чтобы это было на экране. Ну, я думаю, что продукция фильмов – это такая трудная работа, но это всегда такое пошукование. И если трактовать что-то как пошукование, как такую погоду, то это всегда будет интересно. Кто-то там всегда в депрессии, что было, когда что-то делать со сценариусом. Я думаю, что это неправильное. Надо спокойно жить с этим. Так, ну и хотел еще рассказать о том фильме, который тоже есть на фестивале. «Чи любишь меня?» Тони Ноябрьовой. И вот такой забавный постер этого фильма «Плакат» в такой эстетике, такой жадецкий, советский. И это не случайно. Как оказалось, что этот фильм является такой историей о девочке, которая изменилась на женщину. Но одновременно это фильм о упадке Звездка Радецкого, упадке родины, главной богатырки. О том, как ее родина распада, как распадает свет ее детство, она изменилась с девочкой на женщиной. И все эти распады, они повязаны один с другим. В начале тоже было иначе, потому что Тони хотела написать сценарий, в котором мы видели новые богатырки в веке 5 лет. Потом 12 лет и потом 17 лет. Богатырка уже видела, что вместе с ее родителями что-то происходит с моего, но она не понимала, что там происходит. А в веке 17 лет родители расставали, а она пыталась это держать. И не удалось это сделать. И это был большой сценарий, что я сказал Тони, что это невозможно сделать, потому что это будет трудная продукция. Тебе нужно найти три актрисы, актоки. Одна будет в веке 5 лет, одна 12 лет, одна 17 лет. Они должны быть подобны, одна до другой. И все должны быть хорошо играть. Это очень трудно. Не нужно этого делать. И главное, потому что я не понимаю, почему тебе эту историю, как ей было 5 лет. Она спросила, а что нужно сделать? Я сказал ей, что попробуй объяснить, что для тебя главное в этой истории. Она понимала, что главное в том, как родители расстали. И тогда она писала сценарий, что все выражения уже в день, когда богатушка имеет 17 лет. От этого началось. От родителей. Потом появилась акторская школа. Потом появился какой-то романс с работником. «Каретки поготовые». А потом появились все выражения, связанные с упадком Зв. Редецкого. Это все так по трогу. Один до другого. И это тоже прорыва была эта работа между нами 2 лет. Ну так. Меньше. Но все. Я не думал, что фильм будет выглядеть так, как он выглядит. Что это будет фильм о том, как изменяются разные эпохи. И о том, как родители живут, как живут, как живут, как живут. Но я думаю, что вышло очень интересно. В общем, я хочу рассказать о том, что работа над сценариусом... В общем, нужно спокойно тратить то, что это такая дорога. Что вы думали в начале, никогда не будет тем, что будет в конце. В общем, это нормально. Это нормально. Это может долго тратить. И все может менять. Нормально, что что-то будет менять в течение продукции. Нормально, что с тем, что с тем, что можно так делать, что нужно будет записывать в диалоге сразу на плане. Я такие вещи видел и делал. Когда ты сидишь где-то на земле с компьютером и пишешь что-то, что актеры должны играть за пять минут. Часто так... Наверное, в течение дабинга, в течение дабинга, в течение робления дзвенка, надо менять диалоги, которые в фильме наивные. И чтобы эти диалоги можно было положить до того, как они говорят. Чтобы это выглядало нормально. Что-то всегда изменилось. Это трудно, но это интересно. И на этих фильмах все удалось. Каждый из этих фильмов очень долго ушел до экрана. И хорошо, что он ушел, потому что в начале они были не так интересными, как в конце. И я хотел бы рассказать вам. И это опыт. Чтобы было бы так сравнить, что я говорил вам с тем, что вы можете сейчас увидеть в рамках фестиваля. Ну так. А есть ли какие-то вопросы? Может быть? Я хотел бы привязать до этой мысли, когда говорил вам, что на початку режиссер, сценариста, что-то начинаю с такой взбитки помыслов, сценариста или диалога. И из этого, конечно, еще не есть фильмов такого такого, но есть этот челлендж, чтобы это все склеить. И какая может быть лучшая метода или способ, чтобы это сделать? Как вы думаете, какие-то помыслы на скрафте должны укладывать в сценарии? Ну, главное, чтобы... Ну, как? Чтобы иметь какой-то очень мощный образ в голове. Очень мощный. Если с этим образом... Ну, я думаю, что никогда... Очень плохо, когда что-то идет от мысли, от того, что нужно так сделать, что нужно что-то вымыслить. Все, что идет от головы, то очень плохо. А в сценариях, так, тебе нужно найти какой-то образ, какое-то почувствие. Ну, даже недавно я о том подумал. В фейсбуке написал я о том, как один сценарист два года разом ходил, пробовал вымысливать какую-то историю. И даже он сразу увидел целую историю, когда подносил много... Ну, считается, до автобуса. Одразу. В его голове целая история еще повстала. Потом нужно было только написать. Я думаю, что работа над сценарием – это такой специальный такой стан. Ты целый час о том мыслишь и пробуешь найти какие-то почувствия, ну, почувствия этого, какой-то образ у себя. Ну, может это тревать. Но если у тебя есть образ в голове, тогда надо только писать, попробуй его так сохранить. Часами в течение продукции может быть очень трудно. Много времени может менять. Но если ты можешь какой-то конкретный образ в голове, и пока его там до конца не начали, то уже хорошо. Ну, не знаю, как тут говорить иначе. Ну, например, я помню, там, где Инбер Бергман писал сценарий, там уже крик, потому что он… он был сценарий, в которой я увидел покои, там были черные стены, и шесть женщин в черных супнях. Он записал то позже. И потом… ну, и с того сна он выписал… уже вычеркнул целый фильм. Ну, он был образ. Так вот дальше. Ну, ты можешь образ, который… и пробуешь… пробуешь с него вычеркнуть историю. А как разумеешь такой технике темат фильма? Тема образа? На тесный этап, на певно, разумеешь тема? Ну, можно разумеешь тема, ну, там нужно много… ну, как… образ всегда идёт по-перше, а потом ты пробуешь понять, почему этот образ нужен. Например, я работал на таком украинском фильме, я работал на сментаре. Не помню, он был… где-то там два лета темата в Варшаве на шестом фестивале Украины. И там, ну, разумеялись мы о том, для чего это таким потребно. Ну, было интересно сделать все еще богатыр, который работает над сментарем, но почему этот темат был интересный? Ну, мы до конца не понимали, ну, 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 оноdasо, ну, можно повстать в таком черном комете. Но потом мы уже дошли до того, что это интересно, потому что, например, в Украине люди очень боятся смерти. В общем, тема – это смерть. Люди вышли из такого материалистического света, в котором смерть была чем-то независимая. Ну, если поровно еще там с тем, как люди там живут в религии, там у них есть свои мысли о смерти. В коммунистическом священном коммунизме все было иначе. Ну, и с этого поводу было интересно написать такой сценарий, чтобы сделать фильм на этот тему. Ну, что хотелось бы сказать. Сначала ты что-то чувствуешь, а потом для себя попробуешь вспомнить, почему ты это делаешь. Ну, так, так наилепее. Хочешь, там, ну, часами бывает так, что приходит продюсерн, ты говоришь, нам нужно там сделать, там, например, какие-то фильмы, акции, там, мелодрамы, на такие темы. Ну, и ты так меньше шукаешь, что я могу сделать, что тут можно сделать. Ну, и треба, когда уже до тебя пришли, с помыслом каким-то зналить, зналить то самое почуще. Что ты в этом чувствуешь? Что для тебя интересного в этом есть? Если не знаешь, что ты чувствуешь, то лучше этого не делать. Ну, так. Ну, так и выглядит. Часами что-то чувствуешь, пробуешь зналить темат, часами темат приходит до тебя и теперь все познались, то то чувствуешь, ну, так. Ну, так. Попуб' на Мастерплазе прилищи, когда-то все ждали и олимпиуса тоже маленький образ центральный, то люди, когда-то увидели, кто-то увидел, что еще был в членку, потом варгаршем его дуре и дуре и дуре и дуре и дуре. Ну, помню, там то 15 лет тему было. Не-не, не, не, в русских лет так, о-о-о-о. Да, было так тоже. В Линчо всегда так идет, где-то есть ощущение. Он даже имеет книгу, в которой он показывает это очень хорошо. Это очень хорошая книжка, чтобы понять, как ощущение появилось в фильме. Может быть, это были какие-то другие вопросы. Есть еще такие схематы, например, на описание сценариуса, например, схемат Силифида. Мы знаем, что сценариус в истории должен быть три акции. Как вы это используете в работе? Да. 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 Образ – это хорошо. Почувствие – это хорошо. Это всегда дает такой направлении. А как дальше выглядит? Потому что это, что мы имеем в голове, то есть одна вещь, то есть два способа. А мы должны это принять на арку папиру и как-то вкладывать это в сцену. И это самое интересное, как выглядит эта работа. Ну, как это, братцы, выклённый? Если говорить о Силифиуде, там есть в его пшаншке, ну, то такой неясменнейший подрэнчник. Я их писал сценарий, что он так же и назвал. «Screenwriting – Foundation of Screams» Не помню. Не помню. Докладно. Титул. Титул. Там говорится о том, что он фактически вытлумачил схему, на котором повстают практически все американские фильмы. Титул. И в американских фильмах, ну, там есть такой пункт экспозиции, есть в начале. но есть еще два таких пункта, подпоинт, через которые история очень изменит. Приходит на 25-30 минут, все события могут идти в очень остром направлении. И если вы будете смотреть какие-то американские фильмы, вы всегда можете его смотреть с таймером и увидите, что на 25-30 минуте всегда что-то страшное сидит. И потом, где-то 20 минут до финала, тоже есть идея, какая-то грубая выражение, там грубая, битва, что-то там грубая, нужно начать недолго до финала. И все сценарии американские сбудованы в такой способ. Это было очень хорошо, потому что виды никогда не изменятся в такой схеме от истории. Она тоже помогает сценаристам много лет выжить своих видов. Но из этих причин практически все фильмы американские подобны один для другого. Это зависит от готовности. Это зависит от готовности. Это зависит от готовности. Нет, это не зависит. Это может работать как в драме, как в фильме акции, все-таки. Но они ничего не могли сделать с этим методом, потому что он очень хорошо работает. И мы все изменяли, сегодня говорили, пока ничего не изменяется. Какие варианты с повстанием сценариуса? Ну... Главное, чтобы... Главное, чтобы я... когда я об этом... когда я об этом... когда я об этом... говорю, я всегда говорю, что для сценариуса форма важнейшая, чем то, о чем говорит история. Например, ты можешь написать очень хорошие диалоги, вымыслить интересных богатей, но если ты все это не уложишь праведливо, то будет много нудной истории, нечекавой. Но если ты даже возьмешь, я не знаю, что там, инструкцию, как использовать от курса и уложишь ее в праведливую форму сценариусов, то будет интересно. И так, это всегда так работает. Сценарий – это всегда форма, в которой нужно идти от спокойных выражений до острых, подношенности к ритму истории. Сценарий – он подобный до симфонии музыкальной. Он больше похож на музыку, чем на, например, на книги. Потому что все сценарии, они построены, чтобы работать с тем, что он слышит. Вид завси чуя не одно самое. Ему треба так потрохе выйти до истории и потом автор сценариста может еще его так подносить до кульминации, до такого главного пункта истории. И так было всегда. Но эти регуляции были еще описаны Аристотелем в поэзице 2,5 тысяч лет тому. Ничего не изменилось. Есть начинка, шердовика, конец, и стоит немного там ищать. И я всегда помню, что я чувствую эту форму. Ну, наверное, это самое главное, потому что там много разных регионов, таких помыслов, как это сделать, но это была наша форма главная. Я бы хотел себя запомнить о том, что даже пишет сценарий, и я в работе, и не имею в виду скриптографа, или какого-то особого, и я сам при этом. И очень понравилось, что это сценарийская работа над тем, что я делаю, но есть ли какие-то способы, или какие-то сугеральные способы с дистанцирования себя до этого и подчитывая эту историю, как я себя чувствую, чтобы способы трещьвым окем. Ну... Я думаю, что это трудное вопрос, потому что сценарий всегда потребует вид и слуха. Так, кто слушает. Ну, например... Что-то... Длечего потребны, например, такие... Вахстаты страны Решовой. Я пробую что-то делать. Ну, не для того, чтобы научить себя писать сценарий, а для того, чтобы ты что-то сам пишешь. Ты... 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 Ты видишь, как пишут то самое и другие люди. Ты можешь всегда поровнать. Это во-первых. И... Ну и даже... Всегда пробую сделать такие сценарные лабораториум драматургичные для того самого. Ну, а так... Суруны разные способы. Ну, например, я там... Читаю какие-то вывяды братья Коэн, которые говорят, что... Они пишут сами. Первый вариант сценария. И никому его не показывают. Он трогий лежит. Потом они его читают. Они видят, что это очень плохо. И надо написать другой. Другой уже лучше. И тогда они имеют каких-то друзей, которым они показывают. Люди, которым они ухают. И они на них проверяют, как это работает. И... Ну, когда кто-то что-то говорит, они уже пишут третий вариант, с которым идут на вытворье. То есть, чтобы... И так у них это выглядит. Ну, там... И, например, я не помню название сценариста, который написал первый сценарий для Алекандро Индеритто. Но он очень интересный ответ, что он, например, пишет... И каждый вечер он читает новые 10 стран своей родины своего сценария. Ну, и... Ну, и... Патри. Ты чекаво слушать, или нет? Ну, если чекаво, можно писать данные. Если у него что-то пытают, если не подобает, он в рации пишет их на новом. Ну, это так он меньше своей родины, но все в задоволении. Ну, там, например, там Пау Шрёдер, который написал там таксист, там... И другой сценарий, он имеет другой способ. Он идет там до какого-то пара, где есть там, в находении знакомых людей, и рассказывает саму историю. Если история чекала, и его слух слушают так... уважнее, тогда он... А, ну, хорошо. Могу написать сценарий на моей подставе. Но если он видит, что люди имеют какие-то вопросы, или что-то не понимает, он ходит, думает далее, что там нужно поменять. И снова идёт до пара, снова найдёт каких-то знакомых людей, и рассказывает им на новое. Пока его не слушают, то будет важнее и спокойнее. Но каждый имеет свой способ. Но его нужно иметь, конечно. Нужно всегда иметь какую-то особу, которая будет тебя оценивать. Ну, без этого ничего не сделаешь. Ну, так. Ну, так. Ну, если нет вопросов, то можем уже закончить. Спасибо. 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 Спасибо.